Зип-файл мамкины хаскеры. В данном выпуске я, как и обещал, покажу вам один из способов проведения DDoS-атаки по IP-адресу. Темка эта не новая, и чтобы она прокатила, вам должно очень, очень, прямо таки невероятно сильно повезти. Ибо что такое DDoS по своей сути? Админы под данным термином обычно подразумевают большое количество запросов, отправляемых на определенный порт из разных источников. Так как запросов много, оборудование не успевает их все обработать и, соответственно, уходит в защиту, тем самым отказывая другим подключающимся пользователям в корректном предоставлении сервиса. Последствия атаки не всегда могут быть очевидны. Например, жертва может банально подумать, что проблемы с возросшим пингом исходят со стороны провайдера. Начать звонить в техподдержку, ругаться, выяснять, в чем причина такой безобразной работы и по итогу докопаться таки до истины. Однако, как правило, мало кто заходит так далеко. Ведь сами атаки длятся считанные минуты, однако последствия от их проведения при определенном стечении обстоятельств могут быть действительно ужасающими. Злоумышленник может поставить под угрозу работу сайта крупной промышленной корпорации или элементарно замедлить инет своему обидчику Пети из 9b. Правда, у этого Пети при этом должен быть зачем-то прокинуть какой-нибудь популярный порт на роутере вовнешку. Ну, например, для того же веб-сайта, который он делает в качестве дополнения к реферату по информатике. Сам я частенько давал такие задания должникам. Поднять сайт на патчи, закинуть туда мордочку WordPress или Joomla, это прям святое. И проверять удобно. Порт открыли, я по IP-шнику подключился, все проверил, все круто, челценочку получил. Все довольны? Ладненько, что-то меня опять нету стей понесло. Давайте уже перейдем непосредственно к практике и проведем таки небольшую атаку в обучающих целях на мой IP-адрес. Погнали! Запускаем Kali Linux и обновляем текущий список пакетов, введя в терминале apt-update. Далее скачиваем с гитхаба script xerx и, перейдя во вновь созданный каталог, компилируем файл xerxc, используя GNU-компилятор. Пока файл запуска создается, переходим по нужному белому IP-адресу. У меня на этот без заморочек прокинута вебморда админки от роутера прямо на 80-м порту. Возвращаемся в Kali и пробуем запустить наш скрипт, указывая соответствующий адрес и порт. Запросы пошли. Давайте теперь снова попробуем обновить индексную страничку. Результат, что называется, налицо. Атака работает, но назвать этот способ простым и классным можно с большой натяжкой. Ведь для того, чтобы узнать IP-адрес, придется приложить некоторые усилия, которые даже при лучшем раскладе могут оказаться бесполезны, если IP-адреса раздаются динамически со стороны провайдера и постоянно меняются. Да и вообще вероятность того, что кто-то из домашних пользователей откроет какой-нибудь порт во внешнюю сеть очень мала. Обычно такими вещами занимаются знающие люди, которые уж точно не станут покупать роутер за полторы-две тысячи. Да и одна рабочая станция при 100-метровом канале в среднем досит 500-600 мегов за минуту. Для современного оборудования такая нагрузка в принципе ни о чем. Чтобы записать данный ролик, мне вообще пришлось искать по всем конторам самую старую делинговскую рухлядь. Ибо никакой DOS не берет обновленные железяки. Здесь уже нужно напрягать товарищей по оружию и объединившись творить настоящий DDoS. Но и тут что называется палка о двух концах. Провайдеры ведь тоже не дураки. И вычислить вас за такую шалость можно на раз. Так что тут нужно заблаговременно озаботиться вопросом своей анонимности. Но это уже совершенно другая тема. Мы же сегодня говорим о принципах проведения DOS и DDoS-атак, совершаемых по IP-адресам. Кстати, данный метод отлично работает в том числе и на слабеньких сайтах. Просто вместо IP-шника вводите DNS имя, порт и тестируете ресурсно-отказоустойчивость. Нормальные сайты проверку, конечно, пройдут, а вот самопальная шляпа ляжет на раз. Что ж, на этом у меня все. Если впервые заглянул на канал, то не теряй время. Клацай на колокол и в твоей ленте будут регулярно появляться годнейшие ролики на тему этичных взломов, пентестингу и практической стороны информационной безопасности. Салдов по традиции ждут царские лайки. Соберете 500 и я расскажу вам, чем еще может быть чревато неграмотное открытие портов и использование устаревшего сетевого оборудования для решения повседневных задач. А с вами, как обычно, был Денчик. Желаю удачи, успеха и, самое главное, отличного настроения. Берегите себя и свои роутеры, не открывайте порты почем зря и никогда не используйте знания, полученные из моих роликов в противоправных целях. Это может очень плохо закончиться. Лучше устроитесь на работу с админом или на худой конец безопасником и зарабатывайте легально, не напрягаясь штукает другой бакса в месяц. А я вам в этом обязательно помогу. До новых встреч, комрады! Всем пока!